Если вы собираетесь купить кофемолку для дома, то скорее всего смотрите на товар стоимостью до 10 тысяч рублей, а с учетом инфляции в этом году, возможно и вовсе в бюджете до 15 тысяч рублей. Это то, что представлено в обычном магазине электроники. Каких-либо дорогие вариантов для профессионалов мы в этом видео касаться не будем. Даже такой бюджет, конечно, кому-то может показаться завышенным. Спорить не буду, скажу лишь, что дешевле в 3000 рублей сегодня вряд ли можно купить хорошую кофемолку. Итак, что у нас есть? У меня на столе стоят кофемолки разного типа в этом бюджете. Сейчас расскажу о каждой отдельно, а потом более подробно и все ссылки, названия и аналоги будут в описании этого видео. Надеюсь, я помогу вам сегодня разобраться, чем они друг от друга отличаются и какая подходит именно для вашего способа приготовления, будь то турка, эспрессо, гейзер, фильтр и так далее. Начнем мы, конечно, с ножевой кофемолки. Стоит несколько тысяч рублей, но вообще ножевые начинаются буквально от 1000 рублей, они самые недорогие и это их неоспоримый плюс. Дальше у нас идут ручные жирновые кофемолки, то, что я называю псевдо-жирновами, сейчас давайте просто запомним этот термин, я к нему сейчас вернусь, и настоящие жирновые кофемолки. Все, в этом бюджете представлены четыре типа устройств. Начнем с ножевых. Они всем вам, наверное, знакомы с детства, потому что советские кофемолки были в основном такие. Там нет жирновов, там есть режущие ножи, их называют также блендерными, роторными кофемолками. Выглядит это вот так. И помимо цены у них есть неоспоримый еще один плюс. Они единственные из того, что стоит у меня на столе, парадоксально, подходят для кофе по-турецки. Дело в том, что у них конструктивно нет возможности регулировать степень помола. Понимаете, да? То есть, когда вы мелете, у вас крупная фракция разлетается по краям, где ее не достают ножи, а мелкая фракция пыль скапливается из-за центробежной силы у центра. То есть, даже если вы будете ее встряхивать во время помола, что, кстати, немножко может улучшить, тем не менее все равно у вас будет очень неоднородный помол. Но, парадоксально, кроме того варианта, когда вы долго и нудно мелете, чтобы получить однородную мелкую пыль. Вот, для этого они хороши. Для всех остальных способов они, к сожалению, не подходят. А вообще говоря, степень помола — это главная и самая важная характеристика молотого кофе. Вот вы даже, когда в кофейне, например, покупаете зерна на вынос и просите их помолоть. Вас спрашивают, для какого способа помолоть? То же самое происходит, когда вы, например, у обжарщиков покупаете. Вот, например, у Тести кофе не забывайте про мой промокод. Там тоже почти всегда есть опция перемолоть мне кофе перед отправкой и выбор степени помола. Просто потому, что, например, для турки надо однородный и очень мелкий помол, для эспрессо — просто мелкий, а для фильтра или френч-прессо — крупный, и тоже однородный. Так вот, однородность — это не про ножевые кофемолки, кроме случая с тур. С этим разобрались. Дальше у нас идут ручные кофемолки с настоящими жернованиями. У них что? У них, во-первых, есть, собственно, та самая степень регулировки помола. Вот так это происходит. Мы регулировочные барашек крутим, тут есть некая шкала для ориентира, тем самым мы сдвигаем или раздвигаем жернова, выбирая ту или иную степень помола. Кроме того, у них, собственно, есть жернова, как и следует из названия. Жернова — это конические стальные 38 миллиметров. Это вообще, на самом деле, стандарт для домашних устройств. Такие же используются, например, даже вот в этих кофемолках и в большинстве домашних автоматических кофемашин. Плоские жернова почти не ставят в домашние кофемолки, просто потому что плоские жернова при прочих равных должны быть сами больше, а значит, они требуют и большего корпуса самой кофемолки, а значит, все должно быть массивнее, дороже, больше и так далее. Поэтому 38 миллиметров коника — это золотой стандарт. Но помимо этого у них есть еще одна важная характеристика. Вот эта ось, на котором сидит жернов, он инцентрован с помощью подшипников двух, а иногда даже в более дорогих моделях трех. Это, во-первых, позволяет легко крутить ручку. Тут это дело достаточно легко. И заметьте, видите, она сделана изогнутой, что увеличивает плечо и крутить еще легче. Это правда несложно. Во-вторых, эти подшипники помогают отцентровать жернова относительно друг друга, ведь мало выставить нужную степень помола. Надо обеспечить, чтобы этот жернов стоял ровно относительно неподвижного внутреннего. Тут помол получается мягкий даже на ощупь и однородный. Я замечу, что еще в классе ручных кофемолог часто можно встретить более недорогой сегмент с керамическими жерновами. Так вот, я сейчас о них не говорю, потому что керамические жернова дешевле, конечно, в производстве, из-за чего кофемолки дешевле. Но их невозможно так заточить тонко и остро, как сталь. Поэтому они обычно подходят только для фильтра кофе, для воронки, для крупных степеней помола. Ну, а зачастую там еще и производители на всем другом экономят, в том числе на всех этих подшипников. Так что мы сейчас говорим именно о кофемолках ручных с коническими стальными жерновами и с подшипниками. Но вот для турки они не подходят, потому что... И дело даже не в том, чтобы вы очень просто долго-долго-долго крутили ручку, ведь чем меньше помол, тем дольше вам надо молоть. А в том, что рисунок жерновов, сам рисунок жерновов, он не бывает супер универсальный. И все равно надо выбирать какую-то специализацию. Турка не очень популярный напиток в Европе, скажем, да и в той же Азии. Поэтому производитель ориентируется на самые популярные способы заваривания. Это гейзер, эспрессо, капельная кофеварка, а не турка. Для всего этого ручные кофемолки, таймор и другие аналоги отлично подходят. И стоят, кстати, не очень дорого, как мы поняли. Теперь переходим к этому классу устройств псевдожерновые кофемолки. В чем с ними нюанс? Нюанс в том, что произошла классическая история из серии «Маркетолог победил инженера». Ведь всем понятно, что жернова – это хорошо. Жернова и кофемолка – это лучше, чем наживая. Но жернова делать дорого, долго, сложно, особенно конически, которые, как мы поняли, в основном используются в домашней технике. Поэтому есть большой шаблон сделать что-то, что выглядит как жернова, но дешевле в производстве. И это тот случай. Вот, еще раз сравните две картинки. Вот это настоящие плоские жернова, а это эти плоские псевдожернова, которые, на самом деле, вот этот блок одинаковый у всех. Это не только у DeLongic G79, у Китфорд, у всех этих клонов, которые, напомню, все по ссылке в описании описаны. Вот эти вот насечки, из-за которых они выглядят как жернова, на самом деле не делают никакую работу. На них даже кофе не попадает во время помола. Основную работу здесь делают вот эти вот большие выступающие зубья. То есть кофейное зерно, так же, как и в случае с ножевой, просто мелится, дробится во время помола. Однако они, тем не менее, скопировали сам принцип жерновой кофемолки. То есть тут есть какая-никакая регулировка степеней помола. И даже в теории, хотя с завода они не могут молоть для турки и даже для домашней рожковой кофеварки с натягом, а вот для гейзера и всего остального хорошо. Но, в принципе, есть много инструкций, как можно затянуть эти жернова, сдвинуть их и молоть даже для турки. Но это всегда плохая идея, потому что все эти устройства, они на это не рассчитаны. Они и так достаточно сильно греются, а под нагрузкой при помоле для турки или для мелкого эспрессо они долго не проживут. Ну, в целом, такой класс устройств псевдожжиновых кофемолок, напомню, что я говорю в целом о классе, не о конкретной этой модели. Все там аналоги и похожие модели есть по ссылке в описании. Так вот, они стоят от 4000 рублей. То есть, как видите, сравнимы со стоимостью ручной жерновой кофемолки. И выбирать между ними надо, естественно, по принципу вам шашечки или ехать. Если для вас важнее вкус и качество кофе, но готовы заморочиться и крутить ручку, Ну, конечно, эти кофемолки дают объективно более хороший помолк, чем эти. Но, с другой стороны, эта псевдожжиновая кофемолка тоже может быть хорошим вариантом при всех своих минусах. Особенно, если вы переходите с ножевой или вообще там пили растворимый или магазинный молотый кофе. Все-таки она на голову лучше ножевой. Но также на голову она хуже и настоящих жерновых кофемолок, к которым я сейчас перехожу. Этот класс устройств стоит от 7-8 тысяч рублей до 15. Самые дешевые какие-нибудь китфорты. Вот у меня среднячок. Это Невона Никк Х-130. Проверенная временем модель достаточно старая. И, как иллюстрация, устройство кофемолки построено на том же принципе, но с дополнительными функциями типа сенсорного экрана и так далее. Вилфо Бэланс. Но она уже даже чуть дороже нашего бюджета. Но пусть стоит. Они, на самом деле, все почти похожи между собой. Все построены на базе одной кофемолки из 90-х. Соли Скал. Она, кстати, до сих пор выпускается и продается. И так как я описываю их последними, то описать их очень просто. У них просто нет вот этих недостатков, которых есть у предыдущих кофемолок. То есть у них есть настоящие жернова, у них есть регулировка степени помола. Тут, например, 16, тут 30. Но в обоих случаях этого достаточно для домашней рожковой эспрессо-кофеварки и для всех других способов приготовления. Понятно, что для профессиональной техники, для профессиональных эспрессо-кофеварок использовать нельзя. Тут очень мало степени помола. Но для домашних можно и нужно. И, наконец, они электрические. И выдают они помол по качеству примерно как ручные. А на самом деле даже чуть лучше, потому что ручные все равно при длительном использовании испытывают какие-то нагрузки на те же самые подшипники, вал теряют центровку и так далее. Тут все стабилизировано. Так что качество помола будет даже лучше. Это честные, универсальные кофемолки, которые подходят под все способы приготовления кофе для дома, опять же, кроме турки. То есть турка требует очень сложного, очень мелкого помола. И парадоксально тут, на самом деле, выигрывают даже обычные ножевые. Конечно, тут тоже можно делать модификации, сдвигать жирновая инструкция. Есть в интернете. Но они будут сильно забиваться, тоже сильно греться. Разве что в режиме 1-2 турочки в день. Можно их так использовать, но не рекомендуется. Но давайте уже резюмировать. Естественно, при наличии финансовых возможностей от ножевых кофемолок лучше держаться подальше. Это вообще, строго говоря, не кофемолки. Но единственное исключение – турка. Что касается этих вариантов, то понятно, что самый бескомпромиссный, но и самый дорогой вариант – это классические жирновые кофемолки электрические. Что касается среднячков, то они тоже имеют право на существование, и между ними стоит выбирать, исходя из того, какой способ приготовления вы будете использовать и какие у вас требования к качеству кофе или к удобству использования. И три момента в завершении. Первое. Я бы хотел сразу попросить вас поставить лайк, подписка, колокольчик, если вы находите это видео полезным. Во-вторых, заметьте, что за кулисами этого видео остались, конечно, годы обзоров этих и других кофемолок, в том числе с использованием Сид Крува, например, с помощью которых мы оцениваем однородность помола тех или иных кофемолок. И просто цифры для иллюстрации, есть ли лучшие представители этого класса. В диапазоне 600-1200 микрон давали точно 60-70 и более процентов. Эта цифра не из головы, это стандарт из КАЗ, Specialty Coffee Association. То у ножевой, конечно, 80% в мусор. Разница не на порядке, но в разы, как сами понимаете. И это сказывается на вкусе. Повторюсь, однородность помола – самая главная характеристика. И, наконец, третье. Есть такой классический совет, который все мы, конечно, когда-то слышали, все его игнорировали, но оттого и более интересно пройти этот путь самому. Звучит он так. Инвестируй максимум в кофемолку, а на сдачу покупай кофеварку. И немного утрируй, но это действительно так. Ведь купив кофемолку за 10 тысяч рублей и продолжив заваривать кофе в чашке, вы, возможно, будете получать лучший результат, нежели купив кофемолку за 8 и кофемолку за 2. Спасибо! Продолжение следует...